Меня зовут Прищепова Ирина Александровна, я являюсь действующим адвокатом адвокатской палаты Воронежской области и хочу рассказать и поделиться своими проблемами, которые у меня связаны с защитой моего доверителя, а сказываются на моем имуществе. К сожалению, полиция бездействует в настоящее время по моим обращениям, поэтому расскажу историю и попрошу, чтобы приняли какие-то меры в отношении данных людей. Очень прошу принять меры в отношении данных людей. 14 января 2022 года в отношении моего имущества, а именно видеокамеры, было совершено преступление. Ко мне в квартиру пытались войти, это на летчика Колесниченко. Камеру 4 человека сняли, данные лица мне известны, о чем я указывала в отделе полиции, но уголовное дело было все-таки не возбуждено. Где находится в настоящий момент материал, я не знаю, но заявление в прокуратуру по данному факту очередное написано. Далее, ни к чему не приведенные действия сотрудников полиции, а именно бездействия, через год привели к следующей ситуации. Некие, так сказать, предприниматели подали на моего доверителя в суд. В феврале месяце, в апреле месяце получили отказ, именно 14 апреля 2023 года. И 18 апреля пострадало следующее мое имущество, два транспортных средства. Тойота Камри и Инфинити М35. Мне были порезаны колеса, причем так, чтобы их не восстановить. По кузову транспортные средства полностью поцарапаны. Разбито лобовое стекло на одной машине, на второй машине свернуто зеркало. Восстановлению не подлежит данное. Машины потеряли свои технические свойства. Но самое интересное, знаете что? Что потерян материал просто проверки. После моего заявления в прокуратуру я узнала, что отказывается, был отказ в возбуждении дела по причине отсутствия события самого преступления. Не было ничего, решили сотрудники. Это не так. Машины пострадали, экспертизы были проведены. Более 300 тысяч ущерба. Моего личного, еще раз говорю, имущества. Не принадлежащего моему доверителю. Далее на меня напали. 3 мая мне объяснил конкретный человек, на которого, опять же, я подавала заявление. Говорила, что это с их стороны происходит взаимодействие в отношении меня. На меня напали. Меня трясли в 10.30. Это было днем. Просто подошли к дому. Меня трясли за руки. Меня хватали за плечи. Меня обещали сжечь в следующий раз в моих же машинах, если я не понимаю. И что вы думаете? Никакого возбужденного дела до сих пор нет. Да, есть заявление опять в прокуратуру. Но ничего не делается. Вообще ничего. Человек сказал, да, я был в этот день, по своим объяснениям, я был в этот день в этом дворе. Но прищеп его я не видел. Все соседи видели, которые находились на улице, что на меня напал мужик. Проходило два рядом военных, которые разняли эту ситуацию. То есть они его отвели к машине, к его. Можно их найти? Но нет. Участковый на мое обращение, когда я ему позвонила, отправил меня нелестно довольно-таки, к сожалению. Не знаю почему, но не захотелось ему выходить. По 112 вызывала сотрудников. Сотрудники приняли мое объяснение. 30 мая мне разбили в офисе окна. Бросили кирпичи, два кирпича в окно, разбили. Повредили внутреннюю технику, повредили напольное покрытие. Тоже ущерба более чем на 120 тысяч. Чему меня учат эти люди, мне непонятно. У нас 90-е на улице? У нас что происходит? В Воронеж вернулись 90-е? Мне непонятно. Сотрудники бездействуют и по данному факту. Где находится материал, я не знаю. Заявления в прокуратуру написаны по всем семи эпизодам. Было еще разбитое окно. Была сумка, подкинутая на ступеньке. Мы вызывали МЧС. Последним пиком было 9 июня. 9 июня, в ночь с 8 на 9, нам бросили в стену офиса коктейль Молотова. МОЛОТОВА Приезжала экспертная группа. Эксперт сказал сразу, что я вас обрадую. Есть примеси керосина, масла. Что говорит о том, что это коктейль Молотова. Коктейль Молотова был брошен в жилой дом. Никаких действий до настоящего момента нет. И что интересно, ни по одному из тех случаев, которых я сейчас назвала, меня не вызвали и ни разу не опросили. Я очень прошу принять эту информацию. правоохранительным органам и все-таки начать заниматься данными преступлениями в отношении меня и моего имущества. Продолжение следует...